Тротуарная плитка в Балхаше за 4 миллиарда. И мы были в шоке. Как руины какие-то исторические. Ну вообще все прорвало. В любой момент может произвести трагедия. Чисто бездействие. Почему вы здесь вот такой? Дышать в городе невозможно. Онкология растет, процветает просто. Причем тут Нурсултан Азарбаев и миллиардер Владимир Ким. Всем привет, это Айран. Тротуарная плитка за 4 миллиарда тенге. Жители Балхаша против реконструкции набережной. Люди требуют потратить эти деньги на замену аварийного жилья, нормальные дороги и на новые коммуникации взамен старых сгнивших труб. Какие еще проблемы в городе требуют немедленного решения? Почему местные считают, что медиплавильный завод Казахмыса только отравляет им жизнь? И при чем тут Нурсултан Азарбаев и миллиардер Владимир Ким? Мы побывали в Балхаше, чтобы увидеть все своими глазами, поговорили с простыми жителями и чиновниками. Подпишитесь на канал, здесь мы обсуждаем важное. Что же собираются сделать в Балхаше за 4 миллиарда? И почему это так возмущает жителей? Чиновники говорят, что намерены превратить город в туристическую Мекку. Начать решили с набережной, где по задумке скоро появятся фонтаны, скамейки, кафе и, главное, новая брусчатка. Но балхашцы утверждают, что прежнее вовсе не старое. Ее уложили всего несколько лет назад. А вместо плитки по цене золотых слитков лучше бы решили более срочные проблемы. Оказывается, жители будущей туристической Мекки часто сидят без воды, света и без тепла зимой. А жители одной многоэтажки вообще живут фактически под открытым небом, потому что в их доме нет крыши. И это далеко не полный список городских проблем, в решении которых 4 миллиарда были бы очень кстати. Реконструкция берега, да, у нас бюджет заложили 4 миллиарда 300 миллионов. И мы были в шоке. Здесь же деревья, все было уже реконструировано. Здесь была брусчатка, здесь было красиво. Зачем было все новое убирать? Мы вот этого не понимаем. Я понимаю, Балхаш город туристический, а нам, он зачем мне, как жителю примерно, я могу за себя сказать. Если я иногда сижу без света, без воды, без отопления, да, мне это туристические вот эти вот брусчатки заново выложены, они мне не нужны. Она вот, смотрите, внутри, везде она все была, все сняли. Как вы видите, вот они, они. Но вы же видите, они же не старые. Они в идеальном состоянии. Вот. Вот, смотрите. Новая брусчатка. Смотрите, смотрите, вот отсюда, вот, они везде, между каждым проходом внутри здесь, они везде были, брусчатка. А из того, чего не было, что будет нового вот в этом проекте за 4 миллиарда тенья? Наверное, если я смотрела, только фонтан и кафешки, лавочки и брусчатка, она и так была. Вообще много жителей были против вот этого вот проекта? Нам никто ничего не сообщал об этом. Все, что наш акимат делает, они не сообщают жителям, они не говорят. Все это у них делается все по-своему, там у них свое государство. Также в Бохаше существует проблема с питьевой водой, с холодной и с горячей водой. Горячую воду отключают? В Бохаше принято отключать горячую воду в сентябре, то есть, когда уже туристический зон проходит летом, на весь сентябрь отключают, готовятся к отопительному сезону. Ну, например, в прошлом году выяснилось, что от подготовки к отопительному сезону было выполнено только 2% работы. После происшествия в Экебастузе все тесты стали проверять, и оказывается, наш балхашский тест изношен на 80%. То есть, в любой момент может произойти такая же трагедия, мы сами себе без отопления, без горячей воды, без света. А реконструкция началась? Не слышно, но говорили, что что-то выделяли, как обычно. А с питьевой водой что происходит? Воды около пяти дней не было, где-то с понедельника в пятницу, да. Это так же, потому что есть только одна насосная станция и нет дополнительной. После этой аварии сказали, что начнут строить дополнительную насосную станцию, но городу 80 лет, где были до этого, почему не строили? Вообще, самая основная проблема не только балхаша, но и всей Центральной Азии – это проблема водоемов. Вообще, говорят, что балхаш может быть в течение 30-20 лет, полностью потеряет свои источники. Озеро начнет повторять судьбу Аральского моря. Ну, а в целом уже заметно то, что балхаш мелеет? Ну, раз за разом можно наблюдать, как вода отходит. Можно сказать, что это обычный прилив-отлив, но прилива сильных все равно не бывает. То есть были года раньше, когда вода прям сильно доходила, ну, заходила в город, ну, не прям в город, к городу подходила. А сейчас такого не наблюдается. То есть несколько лет отлив. В целом балхаш отличается от других моногородов Казахстана. А все потому, что здесь есть такая атмосфера приморского городка. Все-таки рядом озеро, синяя гладь. Ну, вот так вот, собственно, выглядит городской пляж. Если честно, то он мало напоминает туристическое место. Я не ожидала, что в городе вот так вот будет. Потому что за городом намного чище и камушей нет. А здесь что не понравилось? Камыши. Ну, пляж, сами видите, там плиты, там камни здесь. Ну, просто не ожидала, что городской пляж будет в таком состоянии. Вообще, как считаете, балхаша есть в будущем стать туристическим центром? По сути, да, но только никто этим не занимается. Я говорю, я ожидала большего. Тут мало того, что все перекрыто, вот так объезжаешь. Тут еще вот, как не знаю, как руины какие-то, да, исторические. В центре балхаша бросаются в глаза вот такие вот дома времен Советского Союза. Вот, например, за моей спиной этот дом называется «Дом мастеров медзавода». Был построен в 1941 году. Большие окна, колонны, огромные балконы. И таких домов здесь сразу несколько. Они стоят подряд по улице. И балхашцы утверждают, что эти дома часто ремонтируют. Вначале я думала, что, ну, наверное, потому что здесь живут какие-то высокопоставленные чины. Но оказалось все гораздо проще. Все потому, что эти дома просто находятся в центре города. Кстати, ближе к окраине дома уже проще хрущевской постройки. Дом сам какого года? Вообще дом с 59-го года. Внутри пройдите полностью тоже, и лестницы все уже рухнули. В этом году вообще все это прорвало. Тут надо вообще полностью все менять. Акимат что говорит? Акимат, ой, уже давным-давно этот дом списанный. Он же аварийный, он признан аварийным? Они, нет, они где-то лет, наверное, 7 приезжали. Ой, еще можно жить. Ну, вы сами знаете, как Акимат на все это реагирует. Уже ходили, заявления писали. Уже в последнее время никто не пишет. А сносить вообще будут? Главное, вот здесь построили. Сносить даже и не думать. Вот здесь построили. Тогда почему вы здесь вот такой? Несколько лет назад приезжал Акимат в Карагандинской области. И дал задачу покрасить улицу Валиханова, обновить в едином стиле. Ну, этот дом выходит один торцом на Валиханова, а вторым на Карамендиби. Валихановым покрасили, а Карамендиби осталось в первозданном виде. Также еще о наших домах. В прошлом году был ремонт дома по улице Карамендиби. И 5 июня, когда в городе был ураган, штормовое предупреждение, сорвало крышу, которая упала прямо на дорогу, на которой стояли машины. Я живу на последнем этаже. Пока без крыши, просто все молилось, чтобы этот ливень не был. Но люди ходят, ходили, посмотрят на эти крыши, пообсуждают. Вау, вау, все, ушли. С этого жилищной инспекции ходили двое. Двое еще, видимо, с этой подрядной организации. Но пока движения никакого не было. Чисто бездействия, не знаешь, ждем. В целом до вот этого урагана дом был, он вообще после реконструкции. Реконструкцию недавно делали, да? Ну это было в 2000-м каком-то. В 21-м году сделали обшивку шифером. И вот из-за этого шифера, видимо, полетела крыша. Потому что столько лет она стояла, эта крыша. В каком году благоустройство двора прошло у вас? В 20-м году с лета начали его делать. Вот результат, видите. Здесь пурчатки ничего нету нигде. Песка нету, как поставили, все обещали. Нету, мы как бы сами тоже ремонт делали. Сказали, вот мы сейчас песок предоставим, хотя бы засыпьте его. А нет, все равно так и осталось все. По столбам тоже вон штыри торчат. А тут тоже асфальт положили, его некачественно вообще. Вот эта компания, которая вам благоустраивала двор, она как бы еще и асфальтировала главную дорогу города. 8 дворов, и вот эту дорогу именно в тот момент, когда все делалось, она была в 20-м году так же. Это главная дорога города? Это главная дорога города считается. Сколько километров? 5 километров. И вся дорога на протяжении этого расстояния, она вся вот такая вот в ямах, как вы сейчас видите. А это уже спальный район Балхаша. Благоустройство детских площадок здесь, кажется, не было еще советского времени под ногами гравий. Непонятно, как здесь вообще детям можно играть, потому что все это при шаге превращается в пыль, сломанные качели. И как вы видите, ни одного играющего ребенка здесь нет. Также с 2020 года делают реконструкцию, то есть продолжают площадь независимости, и уже 2023 год все никак не могут сдать. Сейчас который уже подрядчик находится в досудебном расследовании. Ну, как мы видим, ничего не благоустраивается. Ну, площадь небольшая, да, но тем не менее, ее вот уже который год не могут доделать. Да, и также дополнительный бюджет выбивает на то, чтобы доделать ее. Но не только от бытовых и коммунальных неудобств страдают местные жители. Они говорят, из-за постоянных выбросов с Балхашского медиплавильного завода дышать в городе порой почти невозможно. Кстати, Балхаш – один из самых грязных в этом смысле городов страны. При этом завод является градообразующим предприятием, единственным крупным, который обеспечивает людей работой. И город, и этот промышленный гигант появились недалеко от месторождения меди Кунрад в конце 30-х прошлого столетия. Здесь было первое место работы будущего руководителя советского Казахстана Динмухамеда Кунаева. Правда, сейчас город больше связывают с другим человеком – Нурсултаном Назарбаевым. Медиплавильный завод принадлежит корпорации «Казахмыс», львиную долю акций которой контролирует миллиардер Владимир Ким. А еще в 2010 году Международная организация по борьбе с коррупцией Global Witness опубликовала доклад. В нем рассказала о коррупционной связи руководства Казахмыса с Нурсултаном Назарбаевым. О том, что Владимир Ким, например, не может принимать самостоятельных решений. Все через Назарбаева. Кстати, за последние 4 года Казахмыс перевел фондом экс-президента более 79 миллиардов тенге. Об этом сообщило издание про тенге. Эти переводы оформили под статьей «Поддержание социальной сферы». Что это значит? На какие социальные проекты их потратили? И почему при этом люди продолжают задыхаться от грязного воздуха, жить в развалинах и ездить по дырявым дорогам? А на ваш взгляд, вообще Балхаш – это туристический город или промышленный? На мой взгляд, промышленный. Как он может быть туристическим? Здесь всего у нас погодные условия. Но июнь, он не так жаркий. Июль, да. Жарко. В августе уже не такие солнечные погоды. То есть город живет не благодаря туризму, а благодаря именно заводу? Да. Все население, да, то есть если 77 тысяч населения там с копейками, если из них, то предприниматели, ну сколько мы их возьмем? Ну возьмем 10% предпринимателей, которые зарабатывают на этом. Но основная часть, это все работают на заводе. И это ТЭЦ. И то, чем в принципе славится Балхаш, это Балхашский медиплавильный завод. Настоящий гигант. Его видно со всех точек буквально города. Принадлежит он корпорации «Казахмыс». Кстати, первую продукцию здесь выпустили еще в 1938 году. Это основной работодатель. На нем трудится более 5000 местных жителей. Ну, по крайней мере, так нам здесь рассказывали. На заработные платы здесь не жалуются, но говорят о том, что если вдруг завод закроется, то город просто умрет. Чем недовольны балхашцы, так это выбросами этого завода. Говорят, что случаются выбросы газа, у них начинает болеть голова, першение в горле. И, кстати, один из первых вопросов, который нам вчера задали, когда мы сюда приехали, не застали ли мы очередной выброс газа. Но нам повезло, мы его не застали, а местным жителям повезло меньше. Приезжали экологи, да, действительно сказали, сверх нормы выбросов и оштрафовали наш медоплавильный завод, корпорацию «Казахмыс» на 1 миллион тенге. А что это 1 миллион тенге для такой корпорации? Это 5 минут работы. Ну, скорее всего, экологам закрывают рты. Либо чем-то, либо денежном варианте, я не могу говорить, но факт в том, что ничего у нас не меняется. Газ как есть, 30 лет мы им дышим и дышим. У нас онкология растет, у нас она процветает просто. Еще в 90-х годах было рейс, что будут устанавливать фильтры, что газа у нас не будет вообще так, как мы будем, туристическим городом, что они хотят сделать здесь, чтобы курорт целый. Нет, нет. Они построили, к примеру, одну трубу, самую высокую на заводе, и все. А газ как был, так и стоит. Может, какие-то фильтры у них и установлены, но факт в том, что они полностью газ не вылавливают. В плане того, что мы дышим газом, нам нужны деревья. У нас вот здесь были деревья, у нас все было в деревьях. Сейчас, на данный момент, вот, как видите, брусчатка, бизнес процветает. Это единственный парк в городе. Да, это наш единственный парк в нашем городе, который еще с нашего детства, который мы помним. Это уже вторая, по-моему, посадка зеленстроя. Как вы видите, они не растут, их не поливают даже. Смотрите, вон та вся часть, смотрите. Наш парк практически не ухаживается. А это в каком году высаживали? Только в том году, по-моему. Все, что посадили, это деньги на ветер. Если они не сделали систему полива, зачем было вообще сажать их тогда? Складывается впечатление, это отмоем деньги, да? Ну, у меня такое сложилось впечатление. Угол прям ровно. Убивают угол. Сейчас мы дойдем до него. Ну, оно что-то построено. Вот, видите? Я же говорю, у нас этот земля, как лакомый кусочек. Для кого этот угол идет? Через год, наверное, вам видео сниму. Мне кажется, здесь застройка будет, и он окажется в частных руках. Не просто так же срезали эти деревья. Самое интересное, то, что буквально через дорогу от парка, где не поливают деревья, а безобразно их обрезают и просто оставляют умирать, расположен Зеленстрой. То есть учреждение, которое, собственно, и должно ухаживать за этими деревьями. Живем на озере. Воды, море. Моры меняются, а все по-старому. Полива нет. Раньше у нас вообще зеленый город был, а сейчас ской. Я по-прежнему нахожусь в центре Балхаша. Еще одно красивое советское здание, как это было принято, с огромными колоннами, с витражами. Это дворец металлургов. Правда, сейчас он называется по-другому. Культурно-досуговым центром города Балхаша. Правда, долго тут ходить и наслаждаться архитектурой не получается, потому что все зачем-то просто закатали в эту брусчатку. Негде спрятаться от палящего солнца. А жара в Балхаше, я вам скажу, та еще стоит. И, наверное, за прохладу должен был отвечать фонтан. Вот за моей спиной, в самой форме домбры, но он почему-то не работает. Я нахожусь за дворцом металлургов на аллее Жастар. И по задумке Акимата, здесь было вот такое вот сооружение, поставлено лет так пять назад. Видимо, планировалось, что он будет некой достопримечательностью города, фонтан в виде медоплавильного ковша. Ну, установили его лет пять назад, но поработал он только год. С тех пор он так и стоит. То есть не фонтан, а какой-то памятник. На что обратили внимание в городе, что везде брусчатку кладут. Откуда такая любовь к брусчатке? Ну, брусчатку почему ложим? Мы же его ложим где там, где люди ходят. А люди по таким, по бездорожью ходить не могут. У нас, если заметили, город у нас в основном скалистый, в основном камень. Людям неудобно, мы делаем все для того, чтобы это благоустроить. Пешеходные тротуары, в тех местах, где проходят люди. Потом сейчас у нас в последнее время туристы, много туристов. Нужен год, город, надлежащий вид. Туристы ходят у нас везде, можно сказать. У нас в городе по большей части брусчатка. Ну да, в принципе, хороший бизнес. Положили брусчатку через год-два другую. Вот так у нас и бывает. Там перекопались, здесь перекопали. То есть коммуникации у нас гнилые. Там где-то авария. Они все разрыли, починили, залатали, как говорится. Ничего не меняется, все вот это гниль стоит. И вот разрыли, закопали новая брусчатка. И вот так из года в год, из года в год. Брусчатка в Балхаше лежит не везде. Этот район называется Старая площадка. Здесь частный жилой сектор. Ну, в целом, непонятно, как живут здесь люди, потому что все здесь какое-то неухоженное, все заросшее, везде валяются сухие, спиленные деревья, груды мусора, который никак и никогда, по-моему, не вывозится. И вообще нет ощущения, что я сейчас нахожусь в Балхаше, то есть в туристическом городе. Такое ощущение, что я нахожусь просто на какой-то свалке. Сколько компаний вообще в Балхаше занимается вывозом мусора? У нас в Балхаше единственный поставщик этой услуги это Балхаш Универсал. У нас нет больше каких-либо компаний. По каким причинам, мы не знаем, но единственный поставщик только они. Это жители старой площадки, это старая площадка, как бы говорится. Частный сектор. Да. И они остались без обслуживания больше 10 лет. И мы видим результат вот этой стихийной свалки. как они говорят. А потом вот с этого вывоза, вычиска этой стихийной свалки будет бюджету обходиться в немалые деньги. Вот недавно, когда я этот вопрос подняла, и как мне в чате писали, что заложили в бюджет на вывоз стихийных свалок из города 57 миллионов тенге. А Кемат вообще что-то предпринимает, что-то делает с этим? Кроме того, чтобы вывозить уже потом этот мусор? Только обещание. По городу определили мусорные свалки. И самое главное, что они ежегодно, их количество не уменьшается, наоборот, увеличивается. Это все умышленно, делать сознательно. Есть несознательные люди, которые не хотят, просто не хотят платить за то, чтобы вывозили. Любого найми, заключи договор с тем, кто у нас содержит полигон мусорный. Вывози, за захоронение плати, и все. Вопросов нет. Но нет же. И мы с этим боремся. Мы выделили деньги в этом году, 50 миллионов, и мы сейчас будем заниматься тем, что будем вывозить. Эти деньги, как вы говорите, да, у нас того-то не хватает. Мы могли бы эти деньги применить в другие нам необходимые для нас направления, но мы применяем для очистки города от мусора. Были поставлены новые лавочки и очень удобные, недоделанные мусорки. То есть мы берем мусорку, а весь мусор остается на земле. Дворник выметает его и ставит назад ее. Ну, а вообще в городе везде такие мусорки? Нет, есть места, где мусорки похожи, но внутри стоит алюминиевая урна. Дворник просто вытаскивает урну и выбрасывает, ставит ее назад. А здесь их не было никогда. Что больше всего не понравилось, будем честны? Ну, грязи много. Люди вон, видите, какие бросают вон. Бутылочки. Баночки. А так все хорошо. Урн не хватает, как бы не хватает всего. Но надеюсь, соответственно, что на следующий год будет все прекрасно. Потому что мы смотрим, что видим, что у вас реконструкция идет. Все вот это вот. По-любому будет из песочек. По-любому будет все классно. И ждем. На следующий год, наверное, мы приедем сюда. Так же само. слишком сильно в этом году, в этом году, в это лето возросли цены. Раньше, которым можно было бы домик, пляжные домики снять, где-то около 25. Сейчас они до 45, до 50, говорят, дошли. Вообще, вот это ожидание оправдалось, когда увидели пляж? Нет. Нет. Нам по телефону рассказывали совсем, что будет все шикарно, классно. не впечатлены пока нет. Это городской пляж, понятно, но было бы хорошо, если бы еще оккультурили для местных жителей. Сам берег был в хорошем состоянии. Тоже, это конструкция всего города 4-5, наверное, было всего. А теперь это все собрали и в мусорку выкинули. Потому что еще раз деньги налогоплательщиков надо потратить на этот пляж. С учетом пожеланий людей это все мы пересматриваем. Пересматриваем и определенные задания есть. И мы сейчас, как я вам говорил, идем на удешевление. То есть мы эту брусчатку уже не будем применять. В целом мы сэкономим на этом проекте. Будет добротная брусчатка, будет нормально, просто мы минимализируем. Раз наш город объявили уже туристическим центром, раз мы в этом направлении идем, какую-то точку притяжения мы должны делать. Что должно привлекать туристов? Первую очередь, что туристы привлекают. Места отдыха, по которой ходят. много чего там маф, я сейчас про это не буду говорить. Наша поездка сегодня заканчивается. Какие впечатления у меня остались? Для меня Балхаш это город-сюрприз. Сейчас объясню, почему. Все потому, что ремонтированные фасады зданий, центр города, площади, синяя гладь озера, все это выглядит, конечно, красиво. Но стоит тебе отойти немножко от центра или зайти поглубже во дворы или выйти на тот же самый пляж, то картина тут же меняется. Все сразу же становится неухоженным и в целом сделанным как будто бы не для людей, а для галочки. Еще очень частую фразу, которую я здесь слышала от местных, это деньги на ветер. Так вот, по всей видимости, эти деньги в бюджете есть, но хотелось бы, чтобы они тратились, знаете, не так вот по-казахски, чтобы создать какой-то внешний лоск, а именно чтобы жителям здесь было комфортно, чтобы решались элементарные проблемы с питьевой водой, да, с тем же самым вывозом мусора. И я считаю, что у города есть большой туристический потенциал, но начинать развивать его нужно точно не с заменой брусчатки на набережной. Это мое мнение, я не претендую на исключительную правду. У чиновников, видимо, свое видение развития. Это Айран. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ваша активность помогает нам продолжать работать и говорить о важном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok